Его имя означает «Тот, кто уважает стремление к раму, тот, кто любит стремление к раму». Шанующий направление к раму, это слово «шукра». Шана — это уважение. Также его имя означает «шукающий, то есть ищущий раму». Это тот древний святой, который посвятил практически всю свою жизнь осознанию Всевышнего. И в конце концов дошло до того, что сам Всевышний, когда воплощался, он входил в дружеские отношения с Шукрой Рахманом, общался с ним. А во время воплощения Всевышнего, как сагас, до 7 тысяч лет назад, случилась такая интересная ситуация, что, можно сказать, что, как Шукра стал хозяином Всевышнего. История такая. Шукра пришел к отцу Саагаста, к великому князю, и говорит «Дай мне пожертвовать». Он говорит «Хорошо, любое пожертвование, вот княжество, все, что хочешь, бери». Шукра говорит «Нет, Саагаста в качестве пожертвования». Отец-то там, конечно, чуть не помер от печали, потому что долго сына не видел, а тут у него этого сына забирают в качестве пожертвования. Но все-таки отдал. И хоть потом Всевышнего выкупили у Шукра Рахмана, но это отдельная тоже ситуация. Ладно, расскажу чуть более детальнее. Получается, все княжество впало в определенное уныние, что от них увели Всевышнего. И они, заручившись помощью мудрецов, придумали такой способ, как все-таки сделать, чтобы вернуть Всевышнего обратно. Получилось, Шукра сказал, что он хочет столько же драгоценностей, сколько сможет перевесить Всевышнего. Посадили Всевышнего на одну чашу весов воплощенного, на другую чашу начали ложить всевозможные драгоценности, ничего не перевесило. В конце другой мудрец взял листик священного дерева, написал над нем «Слава Ра», положил его. И этот листик перевесил самого Всевышнего. Так Всевышний показал, что его проявление в качестве его имени для нынешней эпохи важнее и может принести больше пользы, чем даже другие его проявления. Потому что для нас сейчас Всевышний, проявленный в своем имени, это самая доступная форма Всевышнего. Мы можем просто взять текст обращения ко Всевышнему и начать его повторять. И в это же время Всевышний в качестве своего звукового проявления сразу же будет рядом с нами. То есть это одна из самых простых практик взаимосвязи со Всевышним.